Продолжение следует... В курсах, допустим, в уравнениях матфизики, в квантовой физике и вообще во всех серьезных дисциплинах. Поэтому, мне кажется, эту тему все-таки не лишним будет изучить. Это пространство S и S штрих обобщенных функций. До этого у нас с вами были пространства D и D штрих. Напоминаю, да? До этого были D и D штрих. D это у нас были бесконечно дифференцируемые функции с компактным носителем, для которых была введена достаточно хитрая соходимость. А D штрих это так называемое сопряженное пространство. Это все линейные непрерывные функционалы на D. Теперь мы хотим с вами изучать немножко другие пространства S и S штрих. S у нас тоже будет играть роль так называемых пробных функций, на которых мы будем тестировать наши функционалы. А S штрих будет играть роль сопряженного пространства, то есть пространства непрерывных линейных функционалов на S. Спрашивается, вообще какой смысл вводить какие-то новые пространства, вместо D вводить S, а вместо D штрих вводить S штрих. Дело заключается в том, что в математике работает такой общий принцип. Если вы берете пространство тестовых объектов достаточно узкое, то пространство непрерывных функционалов будет весьма широкое. Если же вы наоборот расширите пространство пробных функций, то пространство функционалов станет чуть-чуть поуже. То есть, картинка примерно такая. На самом деле, примерно D выглядит вот так, а вот здесь живет D'. Но D' оказывается слишком широким для нужд, которые возникают в физических приложениях. В каком смысле оно слишком широкое? От него, к сожалению, от элемента из D' нельзя, вообще говоря, корректно определить преобразование Фурье. А преобразование Фурье является одним из таких основных инструментов в теоретической физике. Отсюда вывод, что пространства D' и D', они, конечно, хороши, и для чистой математики они много где используются, но по некоторым причинам, вот в частности по физическим приложениям, требуется найти какое-то другое пространство, которое бы, с одной стороны, было достаточно широкое, чтобы включать, допустим, дельта-функцию Дерака, обычные интегрируемые на все вещественные оси функции. Но, с другой стороны, оно должно быть достаточно узким, чтобы на нем корректно задать преобразование Фурье. И как раз эту цель выполняет пространство S'. Но для этого, чтобы мне сузить S', мне хочется, чтобы оно включалось в D', мне тогда надо пространство тестовых функций расширить. Поэтому получается вот такая картинка. Вот S, оно шире, чем D, конечно, оно вкладывается в S', а S' вкладывается в D'. Вот. Так что, жалко, нет у меня другого цвета, мело. Ну, в общем, вы поняли, да, общий принцип такой. Как мы теперь определим пространство S? Сейчас я вам дам сначала все определения, и потом в процессе нашего движения по лекции будет понятно, почему определение именно такое. Вообще, вот эти объекты S и S' определил французский математик Лоран Шварц примерно в 50-е годы 20-го века. Он развивал идеи нашего с вами соотечественника Сергея Львовича Соболева, который, как я уже говорил, примерно в 30-е годы впервые понял, что есть такое вообще обобщенная функция, и к чему надо стремиться, чтобы ее аккуратно ввести. Ну, Шварц развил его идеи, и более того, основная заслуга Шварца состояла в том, что он понял, какое пространство надо взять, чтобы корректно определить преобразование фурии. В этом его как бы основная заслуга. И за эти исследования он получил медаль Филкс, как я уже, по-моему, говорил. Он, по-моему, в середине 50-х получил за эту филксскую премию. То есть тогда это было огромное открытие, которое перевернуло в некотором смысле на тот момент математическое мировоззрение. Хорошо, ну все, давайте теперь определение. Что такое есть пространство S? Мы сегодня будем жить на числовой прямой, а не на РН, поэтому я здесь не буду в скобочках писать в качестве аргумента, что я живу на числовой прямой. Мы априори предполагаем, что работаем только с одномерными функциями. Так вот, пространством S, равное которое S от R, ну, то есть я на всякий случай напишу, называется линейное пространство, состоящее из бесконечно дифференцируемых и быстро убывающих на R функции. Сейчас я разъясню, что это такое. Слово быстро убывающих можете взять в кавычки. Быстро убывающих на бесконечности функции. Что означает быстро убывающих? Ну, бесконечно дифференцируемых, понятно. Что означает? А быстро убывающих означает следующее. Я теперь расшифровываю вот этот термин. Это равносильно, если вас где-то попросят, ну, на экзамене не попросят, как я уже сказал, потому что это не входит в функционную программу. Но, тем не менее, расшифровывается это следующим образом. Если для любого mn натурального у меня должно быть выполнено, что супремум по всем x из R x в степени m φn от x по модулю меньше плюс бесконечности. Где φ – это как раз элемент пространства S. То есть, любая функция φ из S, для нее, для любого m и для любого n должен быть вот такой супремум конечен. Почему это называется быстро убывающим? Ну, посмотрите внимательно. Если у вас такой супремум конечен для любого m и для любого n, что это означает, по сути дела? Что на бесконечности любая производная, любого порядка от функции φ из S убывает быстрее любой степени. То есть, она стремится к нулю быстрее любой степени. Вот такое вот пространство. Очевидно, что оно линейно. То есть, здесь это определение корректно, потому что, если вы возьмете две функции φ1 и φ2, для каждой из которых это выполнено, то для их суммы тоже, очевидно, это будет выполнено. Поэтому это действительно линейное пространство. Но, кроме того, здесь его еще надо снабдить сходимостью, потому что мы с вами любое пространство всегда снабжаем сходимостью, чтобы там можно потом было запустить функционалы, которые живут на этом пространстве, и будут непрерывны. Сходимость в S определяется следующим образом. Сходимость в S от R определяется следующим образом. Мы говорим, что φ ката сходится к φ в S приказ, стремящимся к бесконечности. Ну, где, конечно, фи ката, это последовательность функции, лежащая в S, и сама функция φ тоже лежит в S. Если для всех m и n натуральных, а натуральных, пардон, включая 0, то есть натуральные, включая 0, здесь это важно, потому что мне нужно нулевую производную, нулевую степень еще делать. Для всех m и n натуральных выполнено, что супремум по всем x от модуль x в степени m, а здесь у меня будет стоять φ nt, nt производная от ката функции минус nt производная от предельной функции, вот такой вот супремум должен стремиться к нулю при k, стремящемся к бесконечности. Иными словами, это означает равномерная сходимость всех производных, даже после умножения на степень, любую. Вот такая вот мощная сходимость. Вот. А что это напоминает? Давайте приглядимся. Вот это вот выражение вам ничего не напоминает? Вот если бы здесь m было равно нулю, а φ было, здесь m тоже было бы равно нулю, что это напоминает? Ну, равномерную, да? То есть обычную равномерную сходимость тогда бы была у нас, и это была бы субнорма, то есть норма в c, на самом деле, в c от r. Соответственно, это такое мультииндексное обобщение c-нормы, то есть я могу ввести целое семейство, на самом деле, норм, а если быть более корректным, это будут полунормы. То есть давайте рассмотрим для любого m натурального, включая 0, и для любого n натурального, включая 0, рассмотрим полунорму. Рассмотрим полунорму. Какую полунорму? Я ее вот так обозначу. m, n. φ m, n. Первый индекс отвечает за степень, на которую вы умножаете, а второй индекс отвечает за порядок производный. То есть это вот такой модуль, здесь φ nt от x. Это полунорма. То есть давайте в качестве упражнения доказать, что это действительно полунорма. Ну это совсем очевидно, поэтому это такое простенькое упражнение. Но дело состоит в том, что у меня получается тогда счетный набор полунорм. И при этом обратите внимание, что означает сходимость вот та, которую я написал в пространстве S. Это означает сходимость по всем полунормам. После того, как такие полунормы введены, что я могу сказать? Таким образом, во что превращается S тогда? Я могу сказать, что S равносильное определение дать, ну это просто переобозначение, да, более просто это тогда будет вот так. S от R, это по определению есть множество всех таких фи, принадлежащих C бесконечность на R, таких, что норма фи МН меньше плюс бесконечности для всех МН натуральных, включая 0. Вот как теперь можно аккуратно определить S от R. И в нем задано счетный набор полунорм. Счетный набор полунорм. Именно полунорм, это не норма, потому что это норма в каком случае? Если МН равны нулю, это действительно норма. Но если вы возьмете МН не равный нулю, то это уже не норма, а полунорма, потому что, допустим, константа, она будет зануляться производной какой-то порядка выше 0, да, и поэтому эта функция формально не нулевая, но будет иметь нулевой вот такой функционал. Поэтому это все-таки полунорма, а не норма. Вот. И этот счетный набор полунорм я вот так буду обозначать. МН, а здесь у вас в фигурных скобочках МН пробегают натуральные, включая 0. Такой объект в математике называется счетно-нормированное пространство. То есть, это линейное пространство, в котором введен счетный набор полунорм. Называется счетно-нормированное пространство. Таким образом, S от R это частный случай так называемого счетно-нормированного пространства. Частный случай счет на ну если совсем педантично быть надо горит счет на полунормированная да потому что здесь все-таки набор полунорм ну я я будут придерживаться такой терминологии счетно нормированное пространство подразумевая что все-таки у меня счетный набор полунорм вот но при этом этот объект он не нормируем то есть это пространство ненормируем а что это означает ну вы можете спросить зачем задавать счетный набор полунорм нет ли какой-то одной хорошей такой нормы которая бы порождала вот такую сходимость то есть в принципе то на линейном пространстве на любом можно всегда норму ввести дурацкое дело нехитрое да вопрос в том какую сходимость она даст так вот оказывается что нельзя ввести такую норму одну хорошую на s чтобы она порождала вот такую сходимость и это вам задача она несложная на самом деле значит пространство с со сходимостью конечно не само по себе с как линейным пространство а вот именно с такой сходимостью ненормируема давайте укажем представителя явного из пространства с почему он этого она вообще не пусто какой явный обитатель вот этого пространства как вы думаете если функция которая бывает быстрее любой степени на бесконечности ему ну например экспонента да но в принципе то любая функция с компактным носителем этому поводу говорят правда бесконечно дифференцируемый компактный носитель у меня степень там большой погоды не сыграет какую бы вы не множили потому что носитель все равно обрезан поэтому любая функция из c0 бесконечность на r является элементом из s от r но не все еще да вы правильно сказали это значит первый пример а второй пример действительно если возьму гауссовую плотность например да фи от x возьму равная е в степени минус x квадрат вот этот товарищ он лежит в с тоже проверьте это как упражнение то что она бесконечно дифференцируема да и что при умножении на любую степень но это лопиталь по сути до прошлой семье прошлый год значит вот эта штука принадлежит с но она не принадлежит как вы понимаете c0 бесконечности на r а значит она не лежит в d таким образом мы получаем с вами что с от r строго шире чем d потому что там есть элементы которые в с попадают а в д не попадает хорошо вот такая вот такое вот замечание да так вот это пространство ненормируемо но оказывается она метризуем а то есть можно ввести метрику порождающую сходить оказывается да давайте я это сотру то что на правой доске значит замечание вообще на самом деле любое счетно нормированное пространство метризуемо значит давайте сделаем следующее с от r метризуемо то есть существует метрика на с от r можно ввести расстояние такое что сходимость по этой метрике по такой метрике равносильно той сходимости в с которым мы записали равносильно сходимости в с как это делается берется вот этот счетный набор полунорм дальше я хочу сделать следующее я фиксирую к натурально и рассмотрю вот такую хитрую полунорму которая на самом деле норма а вот здесь я поставлю к индекс и по определению это будет максимум по всем к и точнее отставить да по всем m n которые меньше либо равны к но больше либо равны нуля вот нормы м запятая понятно да чё я сделал таким образом у меня получится возрастающая семейство норм да получится возрастающий набор норм а после этого я метрику веду следующим образом расстояние от фи 1 до фи 2 я скажу что это у меня по определению будет вот такой объект это будет сумма пока от нуля до бесконечности вот это вот норма фи 1 минус фи 2 катая делить на 1 плюс норма фи 1 минус фи 2 катая и умножить на 2 в степени минус к вот такая вот метрика это действительно метрика вот да это действительно у нас метрика и при этом она порождает как раз сходимость которая нам нужна на самом деле вот но это мы доказывать не будем это как бы выходит уже за рамки даже того что я хотел сегодня рассказать это просто такое наблюдение хорошо 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 дальше едем кто такой с штрих с штрих это пространство всех линейных непрерывных функционалов на с непрерывных смысле относительно вот этой вот сходимости до которым и на с вели же сходим и значит мы можем говорить о непрерывности линейных функционалов определение следующее с штрих это пространство всех линейных непрерывных функционалов на с непрерывных в какой степени в каком смысле ну соответственно функционал фи из с от r называется непрерывным ну линейный понятно что такое а он называется непрерывным если из того что фиката сходится к фи в с приказ стремящемся бесконечности вытекает что фи подействованные на фиката сходится к фи подействованные на фи маленько приказ стремящемся бесконечности ну то есть тот же секвенциальный способ который у нас был для до штрих вот хорошо значит что можно сказать про функционалы ну по примеры давайте приведем пример ну дельта функция dirac является элементом из с штрих дельта принадлежит с штрих а т теперь что ещё принадлежит с штрих а т мы с вами знаем что любой любая локальная интегрируемая функция все числовой оси порождает элемент сд штрих была так а у нас но к сожалению для с штрих это неверно то есть не любая локальная интегрируемая функция порождает линейный непрерывный функционал на S. Вот такая есть проблема. К сожалению, не любая. А порождают только так называемые функции медленного роста. То есть давайте это скажем, что локально интегрируемые функции медленного роста локально интегрируемые функции медленного роста являются элементами пространства S'. И такие локально интегрируемые функции медленного роста мы будем считать регулярными функционалами. Значит, такие функции будем называть регулярными функционалами. Сейчас я поясню, что это означает. Регулярными функционалами. Функция медленного роста это означает следующее. Значит, пусть f у меня локально интегрируема. rL1 локально на r. Я буду говорить, что она является функцией медленного роста. Если у меня существует номер n натуральный, включая 0, и существует функция из rL1, уже не локально, а просто глобальной из rL1, такие, что модуль f от x меньше либо равен g от x на 1 плюс модуль x в степени n. Вот так. Для всех x из r. Ну, давайте для порядка модуль здесь поставим. Вот такое вот определение. И сразу докажем лему, чтобы обосновать корректность примера предыдущего, почему такие функции можно считать действительно корректно определенными линейными непрерывными функционалами. Значит, лема заключается в том, что любая f из rL1 локально на r медленного роста порождает элемент из s'. То есть она порождает корректно определенную обобщенную функцию на s. Доказательства. Ну, линейность очевидна. Давайте заметим, что так как, почему вообще, да, и каким образом она порождает? Порождает элемент из s' по формуле. Значит, у меня f. Я напоминаю, что я обобщенную функцию и ее представителя из мира обычной функции буду записывать одним и тем же символом f маленькая. Значит, f маленькая действует на пробную функцию φ по формуле интеграл от f от x на φ от x dx. Сейчас мы, по сути, лема заключается в том, чтобы доказать, что это определение действительно порождает корректно, корректным образом определенный линейный непрерывный функционал. Так, давайте это докажем. Сотрем вот здесь. Ну, действительно, линейность очевидна. Мы ее проверять не будем, тут все понятно. Вопрос в другом. Во-первых, почему вообще эта формула имеет смысл? Вот если, скажем, я ее назову звездочкой. Ну, давайте заметим сначала, что звездочка имеет смысл. Почему? Да все очень просто. Давайте посмотрим сюда. Поскольку у меня модуль f от x не превосходит вот этого. Действительно. У меня будет модуль f от x на φ от x. Чем ограничен? Он будет ограничен функцией g из rL1 умножить на 1 плюс модуль x. Все это в степени n и умножить на модуль f от x. Правда же? Но давайте мы заметим, что вот эта штука, она, ее даже супремум меньше бесконечности. Давайте заметим, что один... Почему? Потому что фи-то из s. А что такое элемент s? Это все функции, которые даже любая ее производная, умноженная на любую степень. А на бесконечности 1 плюс модуль x степени n, что просто модуль x степени n. Это, собственно, разницы особой нет. И давайте мы заметим, что так как фи принадлежит s от r, то единица плюс x, даже возведенная в степень n, умноженная на фи от x по модулю, если я возьму супремум по всем x из r, то эта штука будет меньше плюс бесконечности. Ну а раз так, то что получается? Эта штука у меня оценивается какой-то константой c на модуль функции из rL1. Следовательно, получается, что f, помноженный на фи, принадлежит rL1 на всей числовой прямой. Поэтому действительно эта формула имеет место быть. Интеграл существует. Остается понять, почему этот действительно линейный непрерывный функционал. Значит, линейность функционала очевидна. Ну, если это, скажем, первый шаг, второй шаг, линейность проверяется непосредственно. А вот непрерывность почему? Пусть у меня фи ката сходится к фи в s. Пусть фи ката сходится к фи в пространстве s при k, стремящемся к бесконечности. Требуется, чтобы показать, что f на фи ката сходится к f на фи, когда k стремится к бесконечности. Ну, действительно, давайте посмотрим. f на фи ката по такой формуле минус f на фи. Поскольку линейность у меня есть, я могу это занести в один интегральчик и написать, что это будет интеграл f ката... Пардон, здесь f от x, конечно, на фи ката от x минус фи от x dx и здесь большие скобочки. Если же я сюда поставлю модуль, то это будет модуль вот этого всего. И внесу модуль под интеграл, у меня только подрастет правая часть, потому что модуль интеграла не превосходит интеграл от модуля. Значит, это будет ограничено чем? Модуль f от x, а здесь у меня будет модуль фи ката от x минус фи от x. Правда же? На dx. И почему такая штука стремится к нулю? Ну, действительно, давайте воспользуемся, во-первых, вот этой оценочкой и посмотрим, что у меня получится. Силу вот этой оценочки, которую я только что стер, у меня будет вот это... Продолжаем неравенство, да? Меньше либо равно... Значит, модуль f от x у меня оценится, модуль g от x на 1 плюс модуль x, все это в степени n. А здесь у меня будет стоять фи ката от x минус фи от x по модулю на dx. Ну и что я теперь замечу? Поскольку фи ката и фи лежат в s, а что такое сходимость в s? Я напоминаю, это означает, что супремум, какую бы вы производную, какого порядка не взяли, ну, в частности, нулевая производная, это сама функция, помноженная на любую степень, вот эта штука должна равномерно сходиться к нулю. Ну, значит, в частности, что я сделаю? Я теперь домножу и разделю на 1 плюс x квадрат сюда. Домножу и разделю на 1 плюс x квадрат. Сейчас, или это даже не нужно? Сейчас. А, нет, это даже не нужно, это даже не нужно, прошу прощения. Это даже не нужно. А где тряпка? Потому что у меня уже стоит здесь модуль g от x, она из RL1. Значит, вот эта штука выполнена. И поскольку из того, что фи ката сходится к фи в s, приказ, стремящийся к бесконечности, очевидно будет следовать, что супремум по всем x из R1 плюс модуль x, все это в степени n на модуль фи к от x минус фи от x, эта штука, давайте я обозначу ее цката, да, она стремится к нулю, приказ, стремящимся к бесконечности. Это исследует исходимости в s. Тогда я вот эту штуку просто оценю цката на интеграл от функции g, которая у меня по определению есть функция из RL1. Значит, эта штука просто какая-то константа, которая меньше плюс бесконечности, ну, давайте ее m назову, да. Вот. Ну, все, значит, это равно m на цката, стремится к нулю, приказ, стремящимся к бесконечности. Что и требовалось доказать. Значит, это действительно непрерывный функционал, линейный непрерывный функционал. В чем беда? Почему нельзя взять простую функцию из RL1 локально, как мы это делали для D' и ее записать в класс обобщенных функций, которые действуют путем интегрирования на пробные функции? Почему так нельзя? Ну, давайте посмотрим. Если я возьму функцию... Значит, теперь мы поймем, почему D' строго шире, чем S'. То есть, пример. Если я просто возьму функцию вот такую, f от x равно e в степени x квадрата. Она локально интегрируемая, но не глобальна. Она очень быстро растет на бесконечности. Конечно, она не подчиняется той лемме, которую мы сейчас доказали. Она выпадает из этого контента. Но при этом она легко себе принадлежит D' Почему? Ну, потому что она RL1 лок. А мы с вами доказывали... Ну, точнее, я доказал, что любая функция из RL1 принадлежит классу D' Ну, на самом деле, RL1 лок, там доказательства аналогичны. Почему это прокатывает для D' но не прокатывает для S' Значит, эта штука, она D' А потому что носители у пробных функций компактны. Понимаете? В чем здесь ключевое отличие? Носители у функций из S вообще говоря, не компактны. Поэтому действовать на них надо более узкими функционалами, более подчиненными большим ограничениям. Значит, вот эта штука принадлежит D', но она не принадлежит S'. Почему? Ну, потому что если я возьму пробную функцию φ от x, равную e в степени минус x квадрат, и я попробую записать вот такой интеграл по всей числовой оси f от x на φ от x, он просто разойдется. Потому что здесь погасятся две экспоненты, будет единичка. Поэтому не любая локально интегрируемая функция может выступать в роли корректно определенного линейного непрерывного функционала на S. А на D может, потому что там носители компактны. Там не важна скорость роста на бесконечность, грубо говоря. То есть, понятно, да? S строго шире, чем D, но зато S' строго уже, чем D', потому что вот такой даже элемент он не попадает. Это накладывает, соответственно, достаточно жесткие ограничения на операции, которые вы можете делать с обобщенными функциями из класса S'. Если вы вспомните, то у нас была такая операция умножения слева на бесконечно дифференцируемую функцию в классе D'3. Теперь, к сожалению, так уже поступать нельзя. Ни на любую бесконечно дифференцируемую функцию можно умножать. То есть, раньше у нас было... Давайте я напомню, что в D' была определена операция умножения слева на функцию Psi, которая была бесконечно дифференцируемая просто глобально на всей числовой прямой. В S' это вообще говоря некорректная операция. В S' от R это уже делать нельзя. Я в кавычках напишу делать нельзя, да? То есть, делать-то можно, но корректно не получится. А что предлагается взамен? Взамен предлагается следующим. Ввести такое определение, что пусть у меня бесконечно дифференцируемая функция обладает некоторыми дополнительными качествами. пусть Пси принадлежит С бесконечности от R и такая, что для любого N натурального, включая 0, найдется M, зависящий от N. Такой, что если я возьму супрему модуля N производной и поделю эту всю штуку на 1 плюс модуль X в степени M по всем X из R, то это будет меньше плюс бесконечности. Вот пусть у меня такая функция есть. То есть она бесконечно дифференцируемая, но для каждой производной есть свой порядок степенной, чтобы она росла не быстрее степенного порядка на бесконечности. Для каждой производной свой порядок. То есть M от N, поэтому давайте здесь поставим M от N. И вот на такую функцию можно умножать. Тогда можно ввести операцию умножения на обобщенную функцию F. Тогда для любого F значит из S штрих от R я определю Пси F действия на Фи. Каким образом? Это у меня будет по определению то же самое, как раньше для D штрих. Перебрасываю просто Пси сюда. И это выполнено для всех Фи из S от R. Вот. И вот эта операция уже будет корректно. Это вам тоже в качестве упражнения. То есть почему надо осознать, почему именно вот такая штука нужна? Ну, это я сказал, да, потому что не на любую бесконечно дифференцируемую можно умножать слева. А почему не на любую бесконечно дифференцируемую можно умножать слева? Ну, потому что представьте себе, вот у вас функция вполне себе адекватная, да, из класса S штрих. Пусть даже она обычная, интегрируемая глобально на всей числовой оси. Вы ее помножите слева на бесконечно дифференцируемую функцию, которая очень быстро растет. Скажем, возьмете E в степени X квадрата. И все. Вы выпадаете из контекста, из пространства S штрих. Элемент уже не из пространства S штрих. А вот если вот такое будет выполнено свойство, то, пожалуйста, да, тут меня никто не поправил, Пси здесь не Фи, а Пси, конечно. Здесь Пси. И задача доказать, что это корректное определение. Что значит доказать, что это корректное определение? Доказать, что она действительно функционал вот таким образом заданный, он линейный и непрерывен на S. Вот что нужно доказать. Доказать, что операция умножения на такую функцию умножения на Пси корректна. Ну это совсем легкое упражнение, тут ничего сложного. То есть получается Фси, который принадлежит S' линейный непрерывный функционал. Теперь, как определить производную в пространстве S' ну тут ничего нового нет, так же само как в D' штрих. тут все просто, вы берете и говорите следующее, что ой, господи, определение производная обобщенной функции из S' пусть у меня F принадлежит S' от R, тогда обобщенной производной называется элемент из S' от R такой, что он каким образом определением мы даем всегда обобщенных функций, путем действия на пробные, да, то есть F' действует на любую F' так, как минус F действует на F' для всех F' из S' от R значит понятно, что таким образом можно продолжать далее определить производной любого порядка от обобщенной функции значит почему это корректно определенный действительно функционал доказательство аналогично докажем корректность определения ну как доказать корректность что такое F действует на F' штрих если F' было из пространства S то F' останется в S очевидно да потому что если F' с любой производной после умножения на любую степень дает конечный супрем то F' тоже от нее любая производная предумножение на любую степень даст конечный супрем поэтому если F' принадлежит S то F' тоже конечно принадлежит S поэтому правая часть корректно определена ну и кроме того давайте заметим что получится линейный непрерывный функционал почему потому что если F'катая сходится к F' в S при К стремящемся к бесконечности то опять же понятно что F'катая штрихи сходится к F' в S очевидно ну да почему ну потому что смотрите что такое F'катая сходится к F' в S давайте вспомним наши полунормы значит надо взять любую полунорму с индексами M и N она должна стремиться к нулю ну хорошо а если я теперь штрихи поставлю что такое F'катая штрих минус F' M N T норма да это плюс просто то же самое что F'k минус F' по сути дела полунорма порядка M плюс 1 ой нет M N плюс 1 правда же вот и все поэтому очевидно что если вы сходитесь в S то и в производстве сходится в S то есть это неформальное обоснование вот этого факта ну и все а F' непрерывен смотрим на правую часть то есть левая часть по определению это есть вот это функционал F непрерывен если F'катой сходится к F' F' то F'катая штрих тоже сходится к F' штрих в S поэтому здесь поскольку стоит F непрерывный функционал то эта часть непрерывна по F'катам поэтому вы получаете в левой части линейный непрерывный функционал на F'кат хорошо что еще здесь следует сказать а и а и а умножение определили производную определили что еще что еще что еще ну наверно с этим все теперь перейдем к преобразованию фурье то ради чего мы собственно все это дело затевали преобразование фурье обобщенных функций сейчас будет понятно почему она именно такое определение ss штрих давайте мы докажем теорему значит преобразование фурье обычная который мы с вами проходили отображает с на все с изометрично изоморфно линейный изоморфно преобразование фурье 1 линейный изоморфно а второе гомеоморфно что означает линейный изоморфно это означает что это линейное отображение из с с который взаимно однозначно а гомеоморфно означает следующее что если вы берете последовательность сходящуюся в с к функции фи то последовательность образов фурье будет сходиться тоже к с тоже тоже с давайте сначала докажем первое докажем что и f из с с действительно линейный изоморфизм гомеоморфность означает сохранение сходимости это означает что у вас ну на самом деле это означает больше прошу прощения что что обратное преобразование тоже непрерывно то есть это означает непрерывность и f и f минус 1 по сути дела вот что такое гомеоморфно но непрерывность поскольку топологию мы с вами не вводим то мы будем работать со сходимостями сейчас я скажу что что такое гомеоморфизм пока что докажем что это линейный изоморфизм ну то что f линейно то это понятно вопрос в том что почему образ элемента из с является элементом из с еще раз то есть само по себе преобразование фурье линейно это мы знаем но вопрос в том почему я когда подействовал фурье на элемент из с я попал с вот это мы сейчас будем доказывать пусть у меня фи лежит с требуется доказать что f от фи тоже лежит с вот давайте это сделаем ну сначала сделаем такое нехитрое наблюдение значит если я возьму и y в степени м а потом возьму преобразование фурье так минус сейчас 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 как-то будет нет делаем вот так и y степени м беру преобразовать энную производную от преобразование фурье функции фи да вот такую штуку я сделал что это такое ну давайте смотреть давайте вспоминать теорему когда можно дифференцировать преобразование фури функция фи она какая если она из с она убывает быстрее любой степени да так как она бывает убывает быстрее любой степени давайте вспомним какая у нас была формула если я дифференцирую преобразование фурье пока что чисто формально то это будет преобразование фурье от чего минус и x степени м умножить на фи от x вот что это такое и когда такая формула справедливо когда у меня произведение и x в nt на фи она должна быть какое из рель один она из рель один почему потому что вот эта штука она убывает быстрее любой степени да давайте мы заметим что поскольку у меня так как фи у меня лежит в с то я могу сделать следующее и x в степени н на фи от x я сделал вот такой финт ушами я дам нож и разделю на 1 плюс x квадрат значит это будет и x степени н на 1 плюс x квадрат а теперь я возьму фи от x и разделю на 1 плюс x квадрат так а теперь я замечу что вот эта вот вся штука поскольку фи из с то супремум по всем иксам от модуля этой штуки да значит если я поставлю сюда модуль то это будет меньше либо равно константы на 1 плюс x квадрат почему-то потому что супремум по всем иксам от вот этого должен быть конечен потому что у меня функция бывает быстрее любой степени на бесконечности поэтому это ограничено все константы на 1 плюс x квадрат а это уже интегрируемая функция все и это выполнено для любого n натурального любого n натурального раз так то что получается преобразование фри бесконечно дифференцированно понятно да то есть еще раз поскольку у меня фи убывает быстрее любой степени получается что преобразование фри бесконечно дифференцирован ну раз так значит я могу протащить вот эту формулу и записать здесь что это есть и y степени м преобразование фурье от минус и x все это в степени н на фи от x окей окей так а вот с этим что делать ничего не напоминает теперь давайте вспомним другую формулу куда наш режиссер убежал ну я понял да но тем не снимать то кто бы давайте динар давайте вспомним как действует преобразование фурье на производную если у меня функция достаточно гладкая и еще из rl1 то я могу взять ее преобразование фурье и что это будет а это как раз вот это и будет и y в м ты на преобразование фурье от фи хорошо но тогда я могу перебросить это вот сюда то есть я могу написать что это есть f от d под и y точнее пардон д под и из конечно д под и x м ты от вот этой всей штуке минус и x в н ты на фи от x вот что получится а почему я имею право это делать смотрим внутрь скобки внутри скобки если я прогоню производную порядка м даже через вот это произведение у меня функция какая получится все равно из с правда же то есть даже если после умножения на степень все это продифференцирует и легко видеть что поскольку фи лежит в с то вот этот элемент он тоже лежит в с тоже лежит в с то есть он бесконечно дифференцируем и бывает быстрее любой степени значит эта формула тоже была законна то есть у меня работает обе теоремы вот эти для функции с класса с чем они прекрасны почему определение с именно такое чтобы можно было сколько хотите раз перебрасывать что сюда что сюда да вот эту производную хорошо а из тех открывает новые режиссерские таланты да а кто знает может мы потом ваше имя узнаем да будем в кинотеатрах смотреть андрей самошин продакшн представляет так это мне нужно это я теперь сотру значит мы действительно корректно с вами что что получилось вот эта формула у нас есть значит вот эта формула давайте звездочка обозначим значит что у меня получается в силу формулы звездочка попопопопопом ну да ну да значит давайте заметим что так как фи лежит в с как я уже сказал то но это уже было написано но тем не менее мт производная вот 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 той скобочки минус и x степени n на фи от x она тоже остается в с вот это легко проверить это просто правило лейбница надо прогнать ну тогда в частности мы получаем что эта функция из класса поскольку с у меня вкладывается в rl1 то полеме рима на ли бега преобразование фурье стремится к нулю на бесконечность да тогда от вот этой большой скобочки то есть мт производная минус и x степени n фи от x когда я взял преобразование фурье от такой большой штуки она стремится к нулю при модуль y стремящемся плюс бесконечности правда ну это свойство преобразование фурье что она если функция как от которой вы берете фурья на изорель 1 то само преобразование при стремится к нулю ну хорошо а теперь посмотрим на левую часть что отсюда следует отсюда получается что и y в степени м на преобразование фурье от фи да еще от него взять н ту производную от y стремится к нулю при y стремящемся к бесконечности и более того преобразование фурье его нт производной непрерывно то есть кроме того а почему она непрерывно ну потому что функция из из с значит преобразование фурье бесконечно дифференцируема ну а если функция у вас непрерывно и стремится к нулю на бесконечности то она достигает своего максимума модуль от нее следовательно существует максимум по всем y из r от модуля y m f от фи нт от y ну и понятно раз максимум значит меньше плюс бесконечности ну а теперь мы же это провернули для любого м и н натурального включая 0 но м и н натуральный включая 0 были выбраны произвольны значит что мы с вами получили что 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 здесь написано то это полунорма м запятая н от преобразования фурье правда же это преобразование фурье полунорма м и мы получили что какой бы вы м и н не взяли полунорма от преобразование фурье меньше плюс бесконечности но это и есть то что f от фи принадлежит с значит отсюда вот вытекает что f от и принадлежит с от чего таким образом мы действительно по действиям преобразования фурье из с попали в с при этом поскольку преобразование фурье линейно получается линейное линейное отображение почему же она взаимно однозначно но это очень просто потому что если функцию вас было из с вспоминаем теорему об интеграле фурье когда функция восстанавливается с помощью обратного преобразования фурье через прямое преобразование когда это работает когда у непрерывности есть односторонние производные и при этом функции за из-за роли 1 но если функции за с она заведомо из-за роли 1 она еще и бесконечно дифференцирован поэтому что вы получаете для любой функции и из с что у меня выполнено что f вот f минус 1 от и равно f минус 1 от f от и и равно фи значит f взаимно однозначно и линейно отображает с на все с все таким образом что сделал шварц он нашел инвариант в каком-то смысле преобразование фурье как неподвижная точка помните когда мы с вами теорема нервной функции проходили у нас была неподвижная точка отображения если есть какое-то отображение то что такое неподвижная точка это когда f от x равно x так вот вот это s можно рассматривать как неподвижное пространство для преобразования фурье она на s подействовала и в с и осталось более того она еще взаимно однозначно все все элементы туда перекинула вот и все хорошо это мы первый пункт доказали что есть линейный линейный изоморфизм почему это гомеоморфизм и что такое вообще гомеоморфизм второе гомеоморфизм означает следующее кому гомеоморфизм означает что f и f минус первое непрерывны относительно сходимости в с ну что это означает то есть если фикатая сходится к фир в с приказ стремящимся к бесконечности то у меня f от фикатая должно сходиться к f от фи в с приказ стремящимся к бесконечности и аналогично для обратного и f минус первое от фикатая должно сходиться к f минус первое вот фи приказ стремящимся к бесконечности ну давайте докажем для прямого преобразования фурье для обратного все аналогично на то есть пусть у меня фи к то сходится и с приказ стремящемся бесконечности покажем что f фи к т стремится к и при стремящемся бесконечности тоже с ну действительно что для этого надо проект что такое сходимость с это сходимость всех полунорм правда же но тогда я сделаю следующее так папа папам что что мне нужно сделать мне нужно взять любую степень и посмотреть на то что произойдет здесь и y степени м я беру умножаю на фи к то пенту беру производным значит фиксируем произвольные м.н. и будем смотреть что происходит с полу нормы порядка м.н. что я для этого делал я беру y степень м множенная фи к тенту производную от y вычитаю теперь опять таки ну здесь даже можно вот так поставить и пенту производную в игреке и нужно взять теперь модуль от вот этого и супремум по всем y из и вот эта штука должна стремиться к нулю при к стремящемся бесконечности вот что на самом деле мне ну ну давайте смотреть как бы нам это доказать посмотрим на формулу звездочка и y степени м нт производное преобразование фуре чуть такое это фурье вот вот этого всего безобразия да значит что это будет такое это будет то же самое что если я возьму супремум по всем игрек из r модуль ну и соответственно вы понимаете что поскольку здесь все линейно поэтому можно на самом деле взять и y степени м на энту производную от фикаты минус фи или фи минус фикаты что то же самое так ну а это по формуле звездочка получается ничто иное как преобразование фурье от мт производная dm по dxm вот чего там минус и x в энтой и наконец фи минус фикаты так нужно вот вот такой штуки да фи минус фикаты от x скобка закрылась и еще одна скобка закрылась вот y и вот это и есть супрема вот что получается вот такой большой крокодил да ну хорошо и чего дальше а дальше у нас надо посмотреть на то что есть такое преобразование фурье просто и все давайте вспомним что есть такое преобразование фурье это 1 на корень из 2 пи до интеграл смысле главного значения но он здесь не нужен потому что это элемент из с не надо в смысле главного значения можно обычных играл ли значит получается что эта штука она меньше либо равна чем супремом по всем y из r здесь будет интеграл по r е в степени но один на корень из 2 пи понятно вот здесь погода совершенно никакой не сыграет для порядка напишем есть степени минус и x y так так и здесь множится это все на dm по d x m от чего от минус и x степени n на фиг минус фикаты от x скобка закрылась да и все это по dx и вот от этого модуль надо взять огромный вот что надо сделать ну и чего чем это оцениваться модуль просто вносим на экспоненту забиваем значит это меньше либо равно один на корень из 2 пи здесь интеграл по r а дальше я делаю финт ушами я помножу и разделю на 1 плюс x квадрат значит это будет один плюс x квадрат делить на 1 плюс x квадрат а здесь у меня будет модуль mt производная по dx м тому вот чего от минус и x степени n на фи минус фиката от x вот так и по dx кого вот где пока нигде нет супрама но по игреку ну и но он исчез потому что я модуль внес на экспоненты сюда ну а теперь я замечу что вот такая штука смотрите сюда давайте заметим что вот этот супремум меньше плюс бесконечности потому что фи минус фиката лежит в с так как фи минус фикаты лежит с и более того и фи минус фикаты даже стремится к нулю в с приказ стремящимся бесконечности отсюда на самом деле легко доказать это опять-таки ну стандартное вычисление надо правило лебница прогнать и вспомнить кто то кто такая сходимость фи минус фикаты в с легко заметить что 1 плюс x квадрат даже если я возьму супремум дм по dx вот минус и x в n ты на фи минус фикаты от x вот такой даже если я возьму супремум по всем x из r то он будет стремиться к нулю приказ стремящимся бесконечности почему-то потому что фи сходится к фи минус фикаты сходится к нулю поэтому какую бы вы тут степень не ставили какую бы вы производные не брали по правилу лебница к чему это приведет здесь будет какая-то степень на какую-то производную от вот этой штуки и еще множится на степень ну понятно что все это стремится к нулю силу сходимости все но раз так ну давайте я этот супремум обозначу цикаты значит цикаты стремится к нулю приказ стремящимся бесконечности чем это оценивается 1 на 1 плюс x квадрат это интегрируемая функция и на цикаты да значит вот этот весь модуль он выносится за интеграл и получится цикаты отделить на корень из 2 пи а здесь останется у меня интеграл по всей числовой прямой dx на 1 плюс x квадрат а это сходящийся интеграл но все начнет стремиться к нулю приказ стремящимся бесконечности таким образом мы с вами доказали то что это непрерывность есть у меня да для обратного преобразования фурии аналогично доказывается непрерывность таким образом у меня преобразование фурия осуществляет гомеоморфизм с на с линейный линейный гомеоморфизм ну прекрасно теперь тогда имея в распоряжении вот эти инструменты я могу уже аккуратно определить преобразование фурии вот чего от элемента из с штрих и как же я это сделаю как вы думаете значит пусть у меня f это элемент из с штрих определим преобразование фурии вот и следующим формулой по определению я это буду обозначать ну так же как для обычной функции до преобразования фурии она действует на тестовую пробную функцию fit так как что ну конечно как f действует на фурии вот и и это должно быть выполнено для всех тестовых функций из с почему определение такое а потому что для хороших правильных функций которые регулярные функционалы задают да ну даже более точно можно сказать так что для функции f которая из rl1 для них это преобразование фурии она что в классическом смысле что в обобщенном будет совпадать ну и как соответственно как мы поступаем всегда когда хотим что-то обобщить мы то что у нас получалось как свойство постулируем как определить также если также здесь получится вот такое определение и сразу понятно почему это определение корректно то есть лимма определение корректно так как получается действительно корректно определенный линейный непрерывный функционал потому что ну смотрите вы мне даете на вход f из с штрих вообще говоря может возникнуть вопрос а f от f маленького это элементы за штрих имею ли я право вообще говорит что к у меня получился корректный функционал да имеем действительно смотрите ну правая часть очевидно определена правда же почему а вот тут я вспоминаю прошлую лему если у меня люби беру любой элемент фи из с то преобразование фурии от него меня не выводит за пределы с значит я имею право действовать f к и на вот это значит правая часть действительно корректно определена так как можно воспользоваться предыдущей лему ну более подробно да в деталях если фи лежала в с то от нее фурии тоже лежит в с следовательно правая часть корректно определена но это еще не все линейность ну линейность понятно если я возьму действительно давайте линейность проверим если я f и действую на альфа фи 1 плюс бета фи 2 где фи 1 фи 2 произвольные элементы с с альфа и бета произвольные скаляры что я получаю я перекидываю фурье значит это у меня по определению тогда есть f на курье от альфа фи 1 плюс бета фи 2 до фурье линейно поэтому это есть альфа ф на фи 1 плюс бета ну я скаляр сразу выкинул за пределы скобок это очевидно бета ф на фи 2 до а кстати почему это очевидно почему скаляр можно вот так вынести для порядка сначала если линейность уж совсем педантично да то нужно писать вот так а почему я имею право альфа и бета выкинуть линейность кого нет фурье то подействовало он как бы линейно подействовал почему я вот эту константу могу перебросить ну да потому что обобщенной функции то линейный функционал а хорошо значит это я сделал а теперь вопрос а могу ли я теперь альфа внести вот сюда я имею право на константу умножить обобщенный функции да конечно потому что смотрите мы с вами вообще говоря определили даже умножение на локально интегрируемую функцию медленного роста вы любую константу можете рассматривать как функцию которая тождественно равна константа конечно она является функции медленного роста поэтому здесь все корректно ну и все и что вы получаете ну здесь в принципе даже сначала можно вот так альфа выкинуть бета выкинуть и получится перед перебрасываем обратно фурье по определению значит то это получается то есть ф маленькая на фи 1 плюс чего там получается плюс бета фи 2 да ну а теперь собираем это все и получается альфа ф ф плюс бета чего там получается плюс бета ой сейчас 4 ерунду сделал дождите подождите подождите а ну все 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 да все достаточно есть достаточно вот и все линейность есть ну все линейность есть осталось непрерывность осталось непрерывность теперь непрерывность ну действительно давайте заметим следующее что у меня стоит в правой части если у меня фи к ты сходилась к фи в с то что получается у меня тогда нужно показать что означает непрерывность этого функционала требуется доказать что ff на фи к т сходится как числовая последовательность к чему к f большой от f маленькая на фи а почему это так а потому что f то это был линейный непрерывный функционал а что это такое по определению чему это равносильно по нашему определению это равносильно тому что доказать что f а теперь уже в большой от фи к т до f к на нее действует сходится как числовая опасность к чему к действию f на преобразование фурье от фи а почему это так а потому что f то это был линейный непрерывный функционал но f у меня элемент из класса с штрих а если фи к ты сходилась к фи в с то мы полеме с вами доказали что поскольку преобразование фурье является гомеоморфизма она сходимость не портит да и кроме того f фи к т оно будет сходиться к f от фи в с приказ стремящемся к бесконечности а функционал f маленькая он непрерывен ну все значит отсюда и она и вытекает из этих двух фактов вытекает как раз просто нам нужно теперь вы понимаете почему преобразование фурье она именно очень сильно зависит от класса с с штрих почему классы с с штрих такие да чтобы можно было ввести корректно преобразование фурье в с штрих как его ввести корректно это у меня должен получиться линейный непрерывный функционал ну когда это возможно чтобы он получился корректный функционал мне нужно чтобы у меня класс не портился по действиям преобразования фурье да еще и чтобы сходимость сохранялась именно поэтому был выбран с именно такой исходимость была выбрана именно такая чтобы она дружила с преобразованием 3 а вот так определить мы обязаны у нас нет другого выбора как определить только вот так почему а потому что для хороших функций мы должны вернуться к классическому преобразованию фурье а для классического преобразованию фурье эта формула верна сейчас мы с вами это увидим как раз успевает лемма пусть у меня есть классическая функция теперь который я отождествлю с обобщенный пусть у меня f просто классы rl1 на все числовой прямой тогда как вы помните это у меня попадает в ранг регулярных функционалов потому что это будет функция медленного роста помните кто у нас называлась функция медленного роста если можно сверху оценить чем произведением к функции за роли 1 до еще на степень какую то здесь просто сразу функции за роли 1 вот тогда справедливо формула вот это вот самое да то что интеграл по всей числовой прямой f от f маленькая от игрек на фи от игрек под игрек равно чему равно интегралу от r f от игрек под игрек то есть тем самым мы видим что эта формула является естественным обобщением для хороших функций а она превращается в верное утверждение то есть классическое преобразование фурие по сути дела если его рассматривать как обобщенную функцию на пробные функции будет действовать ровно по такому правилу хорошо но меня никто не спросил ok вообще вот я имею право вот этот интеграл писать в левой части вот в таком классическом смысле если f к маленькая была из-за реле 1 преобразование фурии от нее как себя ведет а она это какая функция она непрерывная же правда даже равномерно непрерывному с вами это доказывает еще и убывает на бесконечность значит она является функцией медленного роста да конечно она является функцией медленного роста то есть так как было доказано у нас с вами давно несколько лекций назад что f и она непрерывно даже равномерно непрерывно вот это кстати в книжке иванова почему-то не не говорится про это могут я тонкий момент этот отмечаю что почему вот это вообще все корректно вот это функция она даже равномерно непрерывно кроме того она стремится к нулю поле мере монобосцилляции да ну а раз так то она очевидно является функцией медленного роста а почему она является функционального все понимают а наш просто стремится к нулю а что такое функция медленного роста по нашему определению это произведение интегрируемый на что на степень ну так что я сделаю я просто возьму f от игрек поделю на 1 плюс игрек квадрат и умножим на 1 плюс игрек квадрат вот эта функция станет какой если она непрерывно и стремится к нулю да еще и множится на такой довеску она интегрируема и вот вам степень понятно окей окей значит это действительно корректно при но теперь осталось показать равенство звездочка значит левая часть корректно определена правая часть тоже корректно определена как вы понимаете потому что это из rl1 а f от фи будет функции из с поэтому здесь все хорошо здесь тоже функция из с а здесь локально интегрируемая функция мне даже можно было здесь вам эту штуку не говорить что она функция медленного роста здесь просто интеграл существует да почему существует потому что фи из с задавит быстрее любой стекла ну что сказали то сказали это не ошибка это тоже правильно хорошо почему справедливо вот эта формула ну давайте заметим следующее что посмотрим посмотрим на левую часть и теперь я запишу подробно здесь преобразование фурия что у меня будет происходить значит я интегрирую по r а здесь у меня я распишу преобразование фурия подробно это будет один на корень из двух и здесь мы возьмем интеграл в обычном смысле потому что функция f из rl1 здесь даже не нужно в смысле главного значения брать значит я возьму есть теперь минус x y f от x dx и вот от этого всего надо взять дырек вопрос почему могу ли я перебросить пределы интегрирования но вопрос это тонкий давайте мы испокажем напишем так что это есть предел при c стремящемся к плюс бесконечности точнее давайте так минус бесконечности d стремящимся к плюс бесконечности и возьму здесь предел от c до д до единичка на корень из двух пи а здесь у меня будет интеграл от е в степени минус и x y f от x dx и от всего этого дырек вот эта формула не вызывает сомнений почему она такая да я забыл фишку меня никто не поправляет ничто здесь f от y забыто и здесь она ну действительно потому что здесь интеграл мы только что с вами сказали он сходится даже в обычном смысле вот этот объект вот эта вот функция она будет функция класса rl1 поэтому здесь интеграл существует в обычном не собственном смысле поэтому есть это предел от c в минус бесконечности окей теперь при каждом фиксированном c и d порядок я могу поменять почему а теорема у нас была такая когда мы занимались обращением преобразование фурье интегралом фурье интегрирование по параметру у нас была теорема об интегрировании по параметру если вы ее посмотрите она как раз попадает вот то есть вот та функция которая здесь написана она попадает под действие тари значит при фиксированы c и d порядок можно поменять по теореме об интегрировании по параметру почему это так ну потому что если вы посмотрите отмотаете эту теорему что там было там была функция по иксу из класса rl1 и она множилась на функцию какую-то хорошую там непрерывную ли ты или дифференцируем у но у меня и вообще из с она прекрасный там все под действие этой теоремы попадет вот значит при фиксированном cd я порядок поменяю что у меня получится у меня получится интеграл по r здесь у меня пойдет внутри от c до d и здесь я сделаю теперь уже есть степени минус и x y фи от y на корень из двух пи под и y а теперь внешне это множится на f от x и все это под и x а теперь я поставлю предел при c стремящемся к минус бесконечности а d стремящемся к плюс бесконечности и вот оказывается что этот предел сойдется к тому чего надо вот это несложно доказать ну действительно как это доказать давайте заметим что здесь у меня будет поскольку фил бывает быстрее любой степени то на самом деле если вот этот модуль этой штуки оценить в книжке иванова это тоже не доказано там это ну типа типа очевидно но я просто вам объясню откуда это берется если вот такую штуку взять на корень из двух пида то ее можно чем мажорировать поскольку фибу бывает быстрее любой степени то здесь можно писать что это оценивается интегралом от c до d здесь скажем взять на экспоненту вообще забить здесь останется модуль фи от y на корень из двух пи ну и что здесь можно еще сделать ну то скажем домножить и разделить на какую-то хорошую степень то есть меньше либо равно c на d на 1 плюс y квадрат скажем на модуль фи от y да а здесь ну здесь константы корень из двух пи оба занесу в констант на 1 плюс y квадрат ну а поскольку фи из с то здесь можно взять максимум по y и оценить это константы какой-то да и в итоге чем это все оценится это оценится чем-то вроде сейчас чаще еще сейчас так 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 как я я не на самом деле не это хотел оценить не это а r вычесть вычесть отрезок от c до d вот что важно здесь вычесть отрезок cd и здесь р вычесть отрезок cd вот чем это надо оценить ну и грубо это оценится какой-то константы новый c с волной на минимум модуль c модуль d вот так вот это несложно доказать мы все если cd у вас бегут бесконечности в минус бесконечности d в плюс бесконечности эта штука стремится к нулю почему надо оценивать r вычесть cd ну потому что я хочу доказать что вот этот предел действительности равен интегралу rf от x а здесь интеграл по всей числовой оси по r е в степени минус и x y фи от y на корень из двух пи по d y и от всего этого по dx как я докажу мне надо из вот этого вычесть вот это и доказать что она стремится к нулю ну а как это доказать здесь будет функция класса и роли 1 а здесь если вы из интеграла по всей числовой оси вычете вот этот от c до d тут тут будет вот этот хвостик который улетает 0 короче легко это все таким образом предельный переход обоснован у вас получается что если функция f из р или один то вот это равенство справедливо ну и что получается то что нужно то есть еще раз у меня преобразование фурии определенной с помощью такой формулы для обычных функций за р или 1 совпадает с обычным преобразованием фурии в каком смысле совпадает в том смысле что если вы возьмете обычную функцию возьмете от нее классическое преобразование фурии то с помощью интеграла классическое преобразование фурии породит функционал тот который нужно вот еще раз понятно чувство обобщенная функция действует то есть обобщенное преобразование фурии она действует на пробные функции таким же образом каким классическое преобразование фурии действует на пробные функции с помощью интегральной формулы вот и все значит они совпадают то есть получается классическое преобразование фурье задает функционал интегрального типа такой же самый как короче понятно вот ну и напоследок чтобы мне хотелось сказать ну давайте мы сделаем совсем простую штуку мы посчитаем преобразование фурье дельта функции дирака это очень важно особенно для физики значит мы хотим преобразование фурье дельта это дельта функции дирака если я от него фурье считаю что у меня получится по определению что это есть такое то есть функционал который действует на пробную функцию так как дельта должна действовать на преобразование фурье от пробных утрец а что такое дельта на преобразование фурье от莊 функции то есть ф от х нули а что это есть такое это есть единичка на корень из 2 пи интеграл по всей числовой прямой е в степени минус и x ноль на fiat x dx и что это такое это даст единицу и как на это можно смотреть а очень просто что такое интеграл от fiat x поделенный на корень из двух пик как на это можно посмотреть с точки зрения обобщенных функций как то что вы взяли функцию 1 на корень из 2 и константу то есть функция константа равна 1 на корень из двух ты помножили ее на fiat x и проинтегрировали их произведение то есть получился функционал интегрального типа поэтому вот такую функцию которая равна всюду 1 на корень из 2 и константы я его давайте вот так вот обозначу вот функция единица это это не просто константа единица это как функция тождественная равна единиц на корень из двух пик на fiat x dx поэтому в обобщенном смысле преобразование фурье от дельты и то есть вот такая функция это есть единичка жирная на корень из двух пик еще раз в обобщенном смысле да то есть в смысле действия на пробные функции они совпадают ни в коем случае никакой там интеграл от функции которая бесконечность в нуле как физики говорят мне ничего такого здесь мы не использовали и это все корректно сделали в рамках нашей теории что интересно что по сути дела важен ли здесь знак плюс или минус не важен поэтому обратное преобразование фурье тому же самому равно окей окей ну а раз так то на самом деле справедливо такая лема я к сожалению не успеваю тут все до конца рассказать но давайте я пока скажу без доказательства но доказательство очевидно на самом деле если вы внимательно просмотрите что мы с вами сегодня доказали вы поймете такое замечательное утверждение лемма для любого распределения да кстати обобщенной функции за штрих они еще называются распределением или бить distribution справедливо равенство что f от f минус 1 от f равно f минус 1 от f и равно f это верно для любого f из с штрих в обобщенном смысле конечно а f минус 1 как определяется ну так же самое значит f минус 1 от f действует на фи то есть я забыл сказать что такое обратное преобразование фурье в обобщенном смысле это нужно соответственно обратное преобразование фурье перебросить правую часть для всех и из с то есть любая любое распределение восстанавливается прямым преобразование фурье через обратно и обратно обратным через прямой вспомните как нам надо было помучиться до чтобы для классических функций доказать там нужно было какие-то односторонние производные односторонние пределы да что-то такое а в обобщенном смысле подобно тому как обобщенной функция ли имеет производную любого порядка да также здесь преобразование фурье хоть прямой хоть обратное берите они друг с другом как бы взаимосокращаются и дают исходное исходное распределение но отсюда какой вывод поскольку f от дельта и f минус 1 дельта совпадает плюс к тому дельта это элемент из штрих на что я вижу что f от f минус 1 от дельта равен дельта правда же ну а раз так а что такое в минус 1 дельта это 1 на корень из 2 пи значит получается что f от единицы на корень из 2 пи то есть дельта функция таким образом преобразование фурье от дельты это 1 на корень из 2 пи а преобразование фурье от 1 на корень из 2 пи то есть дельта вот такой вот факт вот что еще хотелось сказать то что еще я лему не успел давайте все-таки быстро ее скажу без доказательств к сожалению но в книжке иванова можете посмотреть там это подробно написано что верно следующее вот у нас были замечательные формулы о связи преобразования фурье производной производной преобразования курьи так вот пусть у меня это элемент из штрих тогда для любого n натурального включая 0 для любого n натурального включая 0 у вас выполнена следующая формула в обобщенном смысле производные вот преобразование курье это есть при преобразование курье от чего от минус и x в энты помноженное на а в обобщенном смысле и кроме того преобразование курье производной это есть как вы понимаете и y степени м на на преобразование курье вот f 10 м это тоже в обобщенном смысле то есть вот эти замечательные формулы преобразование курье производной производной приближенной при они справедливого обобщен здесь вопросов у вас не должно возникнуть что значит умножение слева здесь на степень можно множить можно почему потому что мы с вами доказали что есть обобщенные функции бесконечно дифференцируемые функции там медленного роста на который можно умножать слева степень попадает попадает поэтому на степень можно умножать слева обобщен поэтому здесь все карьер все мат анализ закончился вот поэтому больше лекций у нас с вами не будет вот поэтому вот собственно говоря все